Все больше красноярцев не могут улететь за границу из-за долгов и просроченных кредитов, рассказывают юристы. Количество таких случаев по стране в этом году превысило 3 миллиона. Причем часто невыездными становятся те, кто вообще ничего не должен. О проблеме люди нередко узнают только в аэропорту. Что делать, если чужие долги стали вашими? Смотрите в сюжете Дениса Козлова. Я увидел, я не понимаю. Это не понимание того, что происходит. Иван вспоминает, как чуть не лишился отпуска. Все шло по плану. С женой собирались лететь в Италию. Из Красноярска добрались до столицы. В Москве при проверке выяснилось, что мужчина, точнее его полный тезка с другого конца страны, должен 30 тысяч рублей. Погранслужба выезд запретила. Супруга улетела одна. Когда ты видишь эту бумажку, особенно когда ты живешь в Красноярске, а тут появляется какой-то Липецк, я даже на карте не покажу, где находится Липецкая область. И, ну, естественно, у меня упало настроение. То есть, как бы, это такая стрессовая ситуация. Я сам юрист, я этим всем занимаюсь. Естественно, об этом я знаю, но не думал, что это произойдет со мной. Сутки ушли на телефонные переговоры с липецкими приставами. В итоге запрет сняли. Иван все же улетел к жене. Правда, пришлось потратить 5 тысяч на гостиницу и достать новый билет. В подобной ситуации только при нем в столичном аэропорту оказались три человека. Проблема эта довольно распространенная. Я и сам с ней столкнулся. Недавно я был в отпуске, а перед этим решил себя проверить по базе судебных приставов. Вбил свое имя, фамилию, отчество, дату рождения. Каково же было мое удивление, когда программа выдала мне моего полного тезку, правда, в Ярославской области. Должен он был 55 тысяч рублей. Деньги эти почему-то записали на меня. Вопрос мне пришлось решать в течение нескольких дней. Стать невыездным очень просто. Достаточно, например, просрочить один платеж по кредиту или забыть про алименты. Требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей. Иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тысяч рублей и более. Сюда же входят просроченные штрафы, долги за коммуналку и налоги. Нередко люди в аэропорту теряются, разбираться на месте с ошибками приставов не хотят. Тем более, что по словам специалистов, сделать это меньше, чем за сутки нереально. Обычно уходит несколько дней. Виновата несовершенная система учета должников, уверены юристы. Однако шансы получить компенсацию за сорванные планы есть. Вы можете взыскать ваши убытки, ваши затраты, которые понесли, билеты, которые у вас пропали, либо путевка, либо вы были вынуждены купить новые билеты. Вот эти затраты нужно все собрать и предъявить иск к казне Российской Федерации. Если ограничения наложены неправомерно, то человек, который пострадал и понес соответствующие расходы, убытки, он выиграет. Но лучше всего перед поездкой перестраховаться, советуют специалисты. Нужно проверить себя на долги на сайте приставов. Если задолженность есть, сразу же обращайтесь в отделение по своему району. Принимают приставы всего по несколько часов с утра в вторник и днем в четверг. Поэтому лучше всего заняться проверкой минимум за неделю до отъезда. Денис Козлов, Владимир Фетисов, 7 канал.